Стрельба в Пинске. Выясняются обстоятельства инцидента, в ходе которого два человека были тяжело травмированы пулями из пневматического ружья. Они госпитализированы. По предварительной версии, так повеселилась компания и один из ее участников, решивший, как по мишеням в тире, пострелять по своим приятелям. Подробности в сюжете. В начале появилась краткая информация, сообщающая, что за стрельбу из пневматики в частном секторе Пинска в качестве подозреваемого задержан житель города. Есть раненые. Позже данных об этой истории стало больше. На видео действия на месте происшествия сотрудников департамента охраны, которые прибыли по тревожному сигналу. Здесь же находились пострадавшие. Милиционеры поначалу могли только строить свои версии, что произошло, и оценить степень нанесенных двум мужчинам повреждений. Ну, как раз травматы такие, знаешь, точечки. Ну, видно, где-то в голову нормально прилетело. Ну, один без сознания. Да. Второй, второго там где-то и по зубам прилетело. Ну, нормально так. А где ствол не признаются? Прибывшим на место происшествия нарядом группы задержания было установлено, что на месте уже находилась бригада скорой медицинской помощи, которая оказывала таковую медицинскую помощь пострадавшим. Телесные повреждения легкими назвать нельзя, так как попадания были в том числе в голову. И без оперативного вмешательства бригады скорой медицинской помощи последствия могли быть более тяжелыми. Пока раненым оказывали помощь медики, рядом находился и вероятный виновник инцидента. Судя по видео, адекватным его поведение трудно назвать. Возможно, всему виной был алкоголь. С чем согласны и милиционеры, которым не впервые приходится разбираться в конфликтных ситуациях и общаться с нетрезвыми людьми. Давайте отойдем туда, не будем рычагом мешать. Я не рычаг здесь. Я кляхую. Хорошо, мы рады за вашу кляху. Остальные участники инцидента, по объективному мнению, были в состоянии аффекта, плюс алкогольное опьянение. И адекватные оценки превращающему дать не могли, так как последние факторы влияли на их сознание и поведение. Где было оружие, из которого травмировали мужчин, милиционеры не раз пытались выяснить у участников происшествия. Во всяком случае, у тех, кто из компаний был в более-менее внятном состоянии и мог говорить. Вероятное оружие, из которого стреляли, все же нашлось, когда на помощь пришел кинолог со служебной собакой. Это была пневматическая винтовка, которую отыскали в скрытом от глаз месте. Выяснилось, что до этого она побывала в руках предполагаемого стрелка. Его задержали для выяснения всех обстоятельств, в том числе очевидных. Данный инцидент стал возможен по причине того, что группа лиц отдыхала не без алкогольных напитков. И в ходе распития спиртного последующий правонарушитель осуществил выстрел из пневматического оружия по своим знакомым, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. В ходе чего последним были причины телесных повреждений, которым неотложно понадобилась скорая медицинская помощь. Двоих пострадавших от стрельбы доставили в реанимацию. Было заведено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений. Оно передано в управление Следственного комитета по Брестской области.